Субтитры сделал DimaTorzok И активным ходом, так сказать, будем ходить Также мне в комментариях подсказали то, что вот эта штучка, вообще-то, активная кнопка Если мы доедем с вами до поезда, то красную кнопку можно будет нажать Она до того считалась неактивной, просто лишь потому что, ну, как бы, было не в нужном месте А старые квесты, они такие, что ты не можешь сыкать всякие предметы, когда они находятся не там, где это нужно по скриптам, по сюжету А это не рычаг, это, оказывается, рисунок Ну, точнее, не перекрестье В которое нужно ставить какую-нибудь верточку там или типа того А теперь нужно уже просто вернуть гигант на место Мы завели с вами поезд и, конечно же, тронемся Ведь я почти уверена, что эта шахта, которая находится здесь, в подземелье В которой нам нужно бродить Огромнейшая-огромнейшая локация не нужна Она выключена и должна стоять выключенной до поры до времени Наверное, когда мы уедем, там снова закипят работы, потому что маленькие гномики, которые работают на этих шахтах Очень сильно переживают, стесняются и боятся работать при гостях Ого! Эй, там! Это кто? Что? Маленький страшный гомлин Слава богу, он не ко мне пошел А ты знаешь, это как в ужасе, как в сказках страшных Как будто бы он хотел сейчас убить нас Забрать мою душу Зазнащить в тюрьму Алло! Эй, теперь слышно? Да Да, теперь отлично слышно Только теперь я не могу говорить Я страшно спешу Я хотел извиниться Понимаю, я в прошлый раз не лучшим образом себя вел Мне жаль Извини, пожалуйста Ничего страшного Я не сержусь, милая Только мне и правда надо бежать Я не обижаюсь, не волнуйся Просто мне тут надо кое-кого поймать Но, Кейт, это важно Я перезвоню, Дэн, извини Она не сердится просто лишь потому, что ей абсолютно наплевать Дэн, давно пора это было понять, что все твои действия привели лишь к ее безразличию И она слишком долго сидела в заперте А теперь, когда почувствовала свободу, словно вольная птичка Кстати, куда-то Оскар делался Может быть, он пошел теперь громить поезд из-за того, что у него украли что-то Я говорю, мне кажется, валики стащили, потому что они какую-никакую информацию себе несут Господи, Оскар, скажи что Что? Оскар? Охренеть, смотрите, у него руки отвинтили Да ладно? Оскар, ты же робот, ты должен уметь сражаться Там же был вроде как человек, он не был похож на робота Уж ты-то, и не смог противостоять человеку А как же восстание машины? Ты цел? Это чудовищно Это переходит все границы Я пережил гнусное нападение Да я вижу Какое еще нападение? Руки У меня нет рук Их похитили Точно, обеих рук А то не видно, когда он махал его во все стороны Что тут вообще творится? Одно можно сказать с уверенностью Кейт Уолкер Этот гнусный акт вандализма совершил дикарь, незнакомый с цивилизацией и психически неуравновешенный Ты его видел? Расскажи все по порядку Я стоял, чистил свои шамеры Мне пришло в голову, что при таком количестве пыли в воздухе Оскар Словом, я был занят делом И вдруг кто-то схватил меня сзади со страшной силой и связал Я не мог защищаться Я даже крикнуть не успел Он сразу заткнул мне рот После чего демонтировал мои руки ужасными, омерзительными клещами Бедняжка Оскар, ну ты его рассмотрел? Говорю, это был сущий дикарь Красные глаза, стальные зубы Кожа темная и вся в коросте А как от него гнусно воняло Чудовище, настоящее чудовище Кейт Уолкер И еще он был вооружен Чем? Отверткой? Оскар, милый, успокойся А что-нибудь еще этот бандит украл? Нет, открутил мне руки и скрылся Ну хоть за это спасибо По крайней мере поезд не пострадал Блин, значит валики ему были не нужны Как это не пострадал, если я превратился в калеку? Я же машинист Это мой поезд Мы составляем одно целое А теперь, благодаря какому-то гнусному варвару Мы никогда не сможем сдвинуться с места Тогда, может быть, ты меня научишь управлять поездом? Это строго запрещено, Кейт Уолкер Единственный машинист на поезде Это я Не думаю, что у вас есть справка Об окончании курсов даже на помощника машиниста Неужели нельзя раз в жизни забыть о справках, Оскар? Ну, спорить с ним бесполезно И я считаю, что он прав То есть, если каждый будет вот так вот нарушать правила То, ну, зачем-то смысл тогда вообще робота было задавать Его как раз, мне кажется, и делали для того, чтобы никто не смог больше сесть за руль О, кстати, я только что заметила, платье здесь валяется Это ничего себе, это даже не мое Ммм, Оскар Ясно, ясно, о каких шарнирах-то говорил Как по-твоему, сколько лет было бандиту? Думаете, я считал? Да у меня смазка в жилах замерзла от ужаса Просто я подумала, что он, судя по всему, не мальчик Не равнодушен к технике Специалист, раз он одними клещами сумел снять твои руки Поясните ход ваших мыслей Что, если это сам Ганс Форальберг? Кейт Уолкер, при всем моем уважении Должен сказать, что это полный бред Ганс Форальберг бандит? Никогда! Разве отец может так изувечить собственное дитя? И потом осмелюсь вам заметить, что справиться с автоматом моих габаритов Может только очень сильный человек То ж, теперь наша задача найти бандита И на сей раз ему с нами так легко не справиться Кейт Уолкер, не подумайте, что я пытаюсь отсидеться в сторонке Но, с вашего позволения, я бы остался здесь Для душевного спокойствия Естественно Машинисту полагается быть в поезде Да, да, а трусу на диване Ну, конечно Нет, чтобы подать руку помощи То есть Знаете, Кейт Уолкер Я все-таки не бездушный робот Я пережил жестокое нападение Оооо, это снова спазмы Кажется, у меня будет нервно Какой ты впечатлительный, как дамочка средних веков А вы вместо того, чтобы пожалеть Еще обзываете меня эгоистом Оскар, тебе осталось только в обморок упасть Ладно, Оскар, отдыхай Все равно без рук от тебя толку мало Ой, эти шуточки Это типа, знаешь, как в фильме 1 плюс 1 Когда Темнокожий говорил своему инвалидному хозяину Мол, типа Эй, брат, дай пять Он который не мог двигать всем телом Но тут то же самое Подай мне руку помощи, Оскар Не понимаю, кому вдруг понадобились руки от автомата Скажу без ложной скромности Мои руки – настоящие чудо техники И я бы попросил вас вернуть их как можно скорее В целости и сохранности Это моя неотъемлемая часть, Кейт Уолкер К сожалению, отъемлемая Но, как ты сказал, мой ум и смелость Благодарю вас, Кейт Уолкер И, пожалуйста, будьте осторожны Моя сексуальная Я не пропаду, Оскар Спильность и средоточенность Ну вот, готово Счастливо оставаться Ну вот, готово Желаю удачи, Кейт Уолкер Не забывайте меня Настоящий тролль, Кейт Ты настоящий тролль Ну вот, готово, пока Вот, 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 вот Вот этими плоскогубцами, точно То-то я смотрю, локации-то не изменились Локации остались те же самые Значит, надо было искать что-то с Оскаром рядом И что в итоге я нашла? Клещи! Ааа, нифига себе! Он прям клещами отрывал ему руки Прям вот так вот поддевал и драл Как зубы Кстати, думала, что это резак какой-нибудь Ну, может быть, он с помощью плоскогубц... Хотя плоскогубцы это не резак Ну ладно, я думала, может, он с помощью резака Ком-то отрезал ему эти железные руки А тут, оказывается, клещи Просто помните, мы же находили с вами локацию Единственный возможный вариант локации На который можно дальше отправиться Где был небольшой проходик такой кругленький И его можно немного сильнее как бы раскрыть И руками она не может это сделать Соответственно, потому что это железо И женщины железо руками редко гнуть могут А вот клещи, я думала, резак Еще раз напомню, я думала, может вырезать просто дырочку побольше А клещами можно раскрыть эти железные листы Немного их потянуть в разные стороны И тогда у нас получится войти внутрь Ну и проникну, собственно, на базу С которой похитим обратно руки Которые похитили у нас Двойная миссия Я чувствую себя Джеймсом Бондом Кейтом Бондом Я думаю, будет неправильно сказать Джеймсом Бондом Еееей Серьез ли? Она щипцами вскрывает это, как консервную банку Щипцами Щипцами Боже мой Женщина Что вы, что вы делаете? Это же даже... Это же даже не резак Это же даже не садовые ножницы Чтобы можно было вот так вот по кругу вырезать Охренеть просто Вы когда-нибудь резали щипцами дырки в железе? Мне кажется, это практически нереально Буду благодарна, если кто-то поделится своим опытом О! Это что у нас? А, это внизу, чтобы шахту зажечь То есть нам еще надо будет отсюда выйти, пойти вниз В шахт А почему нельзя здесь остаться? Ну просто здесь больше нет никаких интерактивных предметов, к сожалению Ничего не видно, ничего не понимаю Открывать дверь Мне туда не попасть Да ладно, ты же Кейт Бонд Ты везде можешь попасть Ты везде можешь пролезть Ну че такое начинается? О-о-о-о А, руки Здесь есть руки Не судьба Можно только посмотреть на грязные заляпанные стекла Хорошо, хоть знаете, как в Ужастихе, допустим, Эллен и Золейшин Оттуда не начали тела мне в стекло кидать Окровавленные, чтобы кругом были брызги И мясо врезалось Жесть Что я такое себе представляю? Между прочим, поезд заведен Но мне кажется не так, что сложно тебе будет, учитывая такая умная, разобраться с механизмом этого поезда Сел, завел и поехал На следующей станции разберемся Может быть там как раз будет Гант Фаральберг, который отдаст твоему Оскару новые руки И вряд ли Оскар будет сильно против Вот че он сделает? Подойдешь ты, короче, заводить поезд Из того, что он нападет на тебя сзади и начнет сбивать с ног? Да ладно, не Оскар на такое не способен Он просто допустит рядом бубнить, причитать, как старая бабка Но мы умеем не обращать на такое внимание Я правда не умею, нет, я бы бомбанула, короче Меня бы жестко разорвало, и я бы выключила его как-нибудь, не знаю Или скинула бы с поезда, не было бы больше у меня железного друга Но Кейт, у нее железное терпение, раз она своего бывшего столько времени выносила Я думаю, она бы справилась Поезд заведен, че терпеть, ждать, искать, что-то ходить Но, с другой стороны, возможно, у Кейт и свои мотивы Скорее всего, она просто не хочет возвращаться обратно в Америку И тянет это путешествие как можно дольше Мне кажется, она абсолютно всем довольна У нее столько приключений за всю жизнь не было Да что уж говорить, ни у кого из нас с вами никаких приключений Даже на повестке дня не стояло Если ты поедешь отдыхать в какую-нибудь другую страну, и то хорошо Но не так Даже если б я оказалась на ее месте в командировке Я бы никогда не полезла ни в какую шахту Не стала бы вскрывать железо Это же вообще дикость Ну, смелость, как говорит Оскар Смелость и безрассудство Еееей Да будет свет Да будет проход Правда, страшные звуки Все еще здесь Ооо, я испугалась Я думала, это гномы начали вылазить О, боже мой, это не гномы, это крысы Все в порядке, всего лишь крысы Они нападают только стаями Пока нет стая, бегает одна крыса, она тебе ни хрена не сделает, Кейт Этого мне делать не нужно Зачем говорить с такой расстановкой? Я прекрасно поняла бы и так Такое объяснение, что Кейт постоянно наезжает на меня Кейт, я, между прочим, не тупенькая Мы с тобой столько всего сделали Только лишь благодаря моим догадкам Зачем так много телеков? Слишком подозрительно И они еще и шипят Давай сходим сначала сюда, потом туда Ого Ого-го-го-го Ладно, нам еще в ту сторону может пасть Ну, это потом, все, это потом Ого-го-го Ого-го-го-го-го Так, здесь ничего не посмотришь Здесь тоже У меня ничего нету, что подкрыть Может быть, плоскогубцы? Клещи, точнее Почему я говорю плоскогубцы? Это клещи Свет, сказал монтер Электрика грешила Да будет швей Сказал актер Оскара он получил Нерпит, конечно Я бы тоже хотела получить Оскар О, отверточка Намечательно Ручечки Нет, их, наверное, никак нельзя Может быть, обратно клещами вырезать отсюда? Ну, вырезали же как-то Хотя нет, на них вон железные заплатки стоят Между прочим, это прототип Оскара, но только женщина Может быть, их познакомить? Мне кажется, он будет не против Короче, это забрать никак нельзя Все, я поняла Окей, тогда мы вернемся обратно к табличке Отверточка поработаем Как это во всех поинт-н-клик бывает Ну, знаете, я напоминаю Я очень много в современные поинт-н-клики играю Не то, чтобы они прям кардинально разнятся со старыми Графончик там получше Да, головоломочки иногда Где-то потупее Где-то точь-в-точь такие же Так что иногда долго не приходится думать Окей, но как сюда перелезал тогда тот мужчина? Если он тут находится А вот и он Нет, здесь нам нечего делать Здесь мы ничего взять не можем Ну, хорошо Эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп-эп, п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-пп-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-пanders Kirk обыкновенный грабеж. Сейчас же верните мне руки, слышите? Руки? Но ведь обе руки у вас на месте. Ага, шутник. Уверяю вас, я вовсе не грабитель. Ну, разумеется. Вы только залезли в мой поезд, напали на машиниста, искалечили его и украли его руки. Нет, я их не крал, только одолжил для дела ненадолго. Издеваетесь? Что вы? Разве я способен над кем-нибудь издеваться? Это руки Оскара, моего машиниста-автомата. Зачем вы их украли? Они великолепны. Неповторимое чудо техники. Я бы не смог собрать такие даже за тысячу лет. Блестящая конструкция и ювелирное исполнение. Не механизма, настоящее произведение искусства. То есть они вам так понравились, что вы решили их присвоить? Да нет же! Я их не крал, я просто одолжил. На время. Как только они освободятся, я с радостью их верну. Честное слово. Освободимся. Кей, да он болеет чем-то. Не подходи к нему. Это была последняя недостающая деталь. Теперь я закончу механического феониста и смогу наконец осуществить свою мечту. Психопат Кей! Смотрите, какое чудо я сделал из этих печей и трупов. Это старая, никому не нужная фабрика. Это ржавое чудовище. Мне удалось превратить ее в один огромный орган. Теперь я смогу акомпанировать величайшую в мире певицу. Осталось только пригласить ее саму. Петь, не хочу задавать ему вопросов. Он меня пугает. Давай уйдем. Пусть оставит себе руки. Давай ты сама... Ну правда, ну справишься же. Ну блин, ты американка. Они все умеют. Вы не имели права заходить в поезд. Это частная собственность. Все в этом городе принадлежит государству. То есть мне. Потому что государство здесь, это я. Мой поезд не часть фабрики. Мы бы вообще тут не остановились, если бы не надо было заводить пружины. Раз поезд на станции, я имею право его экспортировать и использовать на нужный производство. Вот так. Это исключено. Я вам не позволю. Не вынуждайте меня. Подумайте, может быть, мы все же сумеем как-нибудь договориться. Хорошо бы и поскорее. Вы говорили про механического пианиста. Где вы его нашли? Собрал сам до последнего винтика. Ну, кроме рук. Признаюсь, эта деталь оказалась сложнее, чем я полагал вначале. Руки ведь главная часть пианиста, да? Но это не важно, поскольку теперь у него пальцы виртуоза. Вы так увлечены своим проектом. А остальные автоматы тоже ваши? Какие остальные? Здесь он всего один. Нет. Техника сама по себе меня не привлекает. Мне просто нужен был робот, который сможет аккомпанировать Елене Романской на моем органе. Я взял за основу готовый автомат, ну, неудачную модель секретаря, переделал, перепрограммировал. Неудачную модель. Скажите, а вам не встречался Ганс Фральберг, гениальный изобретатель вроде вас? Ганс Фральберг? Да, кажется... Нет, не знаю. Нет. Побоялась рассказывать. Елена Романская говорит, будет петь у меня на фабрике. Понятно. И все-таки удивительно, что столько автоматов на фабрике до сих пор в рабочем... Да сколько! Ни одного не видела. В одном, можете не сомневаться, есть человек, о котором вы говорите, и был здесь, но много лет назад. Я уже давно живу совершенно один. Погоди, Кейт. Ну вот, допустим, возьмем, в пример, аппарат, который заводил наш поезд, и аппарат, который включил свет. Но не то, чтобы это прям автомат, это какой-то механизм маленький, как катушка. А какие еще? Какие еще автоматы ты видела здесь? Тут только все переплавленное в орган стоит. Я серьезно не понимаю, ребят, он хочет, чтобы Елена Романская пела у него на фабрике? У него на фабрике самая крутая певица? С чего он вообще решил, что она знает об этой фабрике? А уж тем более, что она согласится сюда приехать. А уж в-третьих, я уж про это совсем молчу, как он собирается с ней связаться? Сергей Бородин, директор Комсомольского промышленного комплекса. То есть, его Остак. А, собственно говоря, вы кто? И кто вам разрешил тут останавливаться? Так получилось случайно, потому что на поезде возникла неполадка. Меня зовут Кейт Олкер. Я юрист из Америки. Простите, но из ваших объяснений я ничего не поняла. А поезд не может ехать дальше без машиниста. Понимаете, мои изобретения, мой труд, годы и годы моей жизни все ради нее. Для нее, понимаете? Для того, чтобы снова услышать ее голос. Поехал на девушке. Ох уж эта влюбленность. Что она делает с мужикой? Шчид и мяч. Елена. Единственная несравненная моя богиня. Елена Романская. Однажды она приезжала в Комсомольск. Мы тогда были центром тяжелой промышленности. Она дала здесь концерт. Я до сих пор помню каждую ноту. Сказочные, неземные звуки. А потом, через много-много лет, она спасла меня из бездна отчаяния, стал моей путеводной звездой, как говорится, новым смыслом жизни. Когда я услышал, что шахты закроют, что Комсомольск будет перенан за Бвиню, а я останусь директором ржавеющих развалин, да, вот тогда меня впервые посетила мысль, пусть Елена Романская снова споет здесь. Но на сей раз она будет петь для меня одного. А она не против? Вот именно. Ну, разумеется. О, боже, ясно. Ага, да, 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 да. Клоп-клоп-клоп-клоп-клоп. Такая перестройка, между прочим. И всякому под силу. Это сумасшедшая. Расплавленный металл, я заставил литься сладостные звуки. Но потом понял, что нужен еще автоматический пианист. И почти отчаялся, что не смогу сделать для него подходящие руки, как вдруг приехали вы. Настоящий подарок судьбы, неправда ли? Да, кому-то крупно повезло, это точно. И когда приезжает ваша мадам Романская, когда вы сможете вернуть мне руки? Не знаю. Кто-то должен найти ее. Сказать мне. Послушайте, а ведь я могу послать вас. Да, да. Чем скорее вы ее привезете, тем скорее отправитесь по своим делам, а? Отличные мысли. Но вы обещаете вернуть руки от автомата сразу после ее концерта? Ну, разумеется, даю вам честное слово. Что вы? Что ж, выбора нет, придется поверить. И где проживает эта певица? Не могу сказать. Но вы современная молодая женщина, конечно, вы найдете ее без труда. Елена Романская, как-никак, мировая знаменитость. Между прочим, я собираю все, что с ней связано. У меня тут особая комната, как бы небольшой музей, что ли. Вы просто обязаны посмотреть. Обязана. Как и найти эту Елену. Точно, точно, точно. Вот, ехала сегодня с утра в поезде, думаю, просто обязана посмотреть. Как хорошо, что мы с вами встретились, выполнили мою мечту мини на сегодняшний день. Я вовсе не о бургерах, там мечтала маки и закусочной джо. Это полный бред, сумасшедший. Может, я помогу вам сделать другие руки специально для пианиста? Ну, зачем усложнять жизнь? Мне прекрасно подходят те, что есть. И потом, не думаю, чтобы вы сумели повторить такое сложное устройство. В ту самую комнату, в которую мы хотели забираться, словно Человек-паук, он нам ее пустил и таки сделал наш день уникальным. Ну, в кавычках комнаты Елены Романской. Слушай, мне кажется, что когда она сюда приедет, он захочет предложить ей жить в этой комнате, чтобы поднять ее на цепях наверх, потому что она не должна сбежать отсюда. Я не знаю, как это еще объяснить. Кейт, короче, даже если по каким-то мистическим, волшебным обстоятельствам нам удастся найти Елену Романскую, планируешь привезти ее сюда, о, господи, опять мурашки словила в эти крипи комнаты, по-моему, здесь, о, господи, какой хоррор. Юной Леночке Романской потрясы любителей и профессионалов, собравшихся на 9-й фестиваль Войкс Дор в Брюсселе. Юная певица из России с великолепным сопрано стала открытием фестиваля. Исключительно талантливую 20-летнюю певицу несомненно ожидает блистательная карьера. Лучшие номера Елены Романской собраны на этом золотом диске, миллионы копий которого были проданы по всему миру. Вокал Елена Романская. Товарищ Елена Романская выступает перед народом. Серия вокальных концертов с ее участием прошла на предприятиях страны. Из Киева наша солистка прибыла в Комсомольск. На фотографии очаровательная Елена вместе с директором предприятия товарищем Бородиным и другими почитателями ее талантов. Успех Елены Романской в Европе не сомненен. Наша национальная гордость, великолепная Елена Романская с неизменным успехом блистает на лучших стенах Европы. После гастролей в Милане, Париже и Вене Елена Романская дала потрясающий концерт и голос ее звучал глубже и проникновеннее, чем когда-либо. Сейчас Елена Романская на вершине своей карьеры и ее концерты в тот год были исключительны. Блестящим подтверждением ее славы стало незабываемое исполнение Риголетто в дуэте с ее большим другом и русским тенором Франком Малковичем. Напомним, что последний недавно принял решение продолжить свою карьеру в Соединенных Штатах. Прошлым вечером толпы восхищенных поклонников таланта Елены Романской заполнили Большой театр, чтобы рукоплескать Примадонни, в последний раз выходящий на сцену. Романская совершила переворот в вокальном искусстве и ее имя навсегда останется в памяти потомков. Волнение, усталость и болезнь позволили ей лишь тихо произнести сквозь слезы спасибо. Она болеет! Она не будет петь! Адресат не найден, возвращено. Милая Леночка, умоляю просить меня за фамильярный тон. Я пишу вам так давно и так часто, что мне кажется, что знаю вас совсем близко. Надеюсь, вы тоже разделяете это чувство, если, конечно, мои предыдущие письма находили вас. Я пишу вам на этот раз уже 112 раз. Надеюсь, что однажды вы вернетесь сюда и даете одно из моих писем. Возможно, именно это. Мне останется только надеяться. Мне так много хочется вам сказать, столько им поделиться. Мои дела движутся хорошо. Как я уже писал, самое сложное было притворить теорию в жизнь. Но я постепенно нахожу решение возникающих проблем и мне удалось внести в проект массу усовершенствования. Великий орган почти готов. Надеюсь, вы когда-нибудь услышите его звучание. Госпожа моя, я превратил свою фабрику в корону и надеюсь, что вы станете бриллиантом в ней. Это единственная сцена, достойная вашего таланта и красоты. Леночка, вы единственная, кто мне по-настоящему дорог. Все мои мысли лишь о вас. Чем больше проходит времени, тем сильнее и крепнет во мне уверенность, что однажды вы появитесь здесь, на фабрике, которая полностью посвятила вам. В моем сердце умирает надежда, что вы примете мое приглашение. Искренне преданный вам Сергей Бородин. Я не хочу везти ее сюда. Это же просто логово маньяка какого-то неадекватного шизофреника. Это просто подставить человека такой ситуацией. Это ужасно. Нельзя так делать, Кейт. Забей на эти сраные ручищи. Мы не привезем сюда человека. Там осталось только коров сжигать, серьезно, или там кроликов резать на каких-нибудь камнях. Очень неадекватная комната, как и сам человек. Что за дебильная идея? А я хочу Джастина Бибера, чтобы он в ванной у нас выступал, пока я Алисе зубы чищу. Пускай кто-нибудь привезет, почему нет? Я там орган, может быть, построю. Серьезно? Послушайте, все это явно сплошное нетуразумение. Верните мне руки Оскара, и мы сейчас же уедем с вашей станции. Это невозможно. Руки мне жизненно необходимы и точка. Слушай, если я не ошибаюсь, я имя Малковича слышала от мамы, что ли, я не помню. Что-то такое было. Привет, мам. Кейт? Ой, вот это сюрприз. Солнышко, а ты на часы иногда смотришь, почему ты звонишь среди ночи, а? Извини, мам, забыла о разнице во времени. Я тебя разбудила? Конечно, разбудила. Я уже давно сплю. Детонька, мне необходимо как следует выспаться. У меня завтра чертовский сумасшедший день, знаешь ли. Извини, пожалуйста, но это правда очень срочно. у меня мало времени. Ну, если и правда до завтра не терпит, то конечно, но расскажи, бабочки, что у тебя стряслось? Да, имей в виду, Дэну я вместо тебя звонить не буду, если ты об этом. Мам, слушай, ты говорила, что сейчас охмуряешь какого-то Моровича. Да, или какого-то? Да, 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 да. Малкович, зайка. Фрэнк Малкович. А, да, точно. Он ведь оперный певец, так? Точно. Говорят, когда-то это был лучший в мире тенор. Представляешь? Это здорово. Тогда он мог знать одну знаменитую певицу. Ее звали Елена Романская. Она тоже русская. Ты его не спросишь? Родной, если ты увлекаешься знаменитостями, Фрэнк тебя с любой познакомит. Сейчас я его разбужу, и пусть он сам тебе все расскажет. Ты хочешь сказать, он... Фрэнки, Фрэнки, это Кейт. Кейт, ты слушаешь? Фрэнк говорит, что он когда-то за этой романской ухаживал. Ничего серьезного, просто платоническая влюбленность. Говорит, у нее потрясающее сопрано. Отлично! А он знает, где она сейчас. Она еще поет? Где мне ее найти? Минутку, зайка. Фрэнк говорит, что она была тяжело больна и бросила сцену. Она отдыхает на каком-то курорте. Кажется, это место называется Аралабад. Только это было 15 лет назад, и он точно не помнит. Снимаешь, солнышко, когда Фрэнка разбудишь, ему нужно время, чтобы прийти. Мама, мне нужны эти подробности. Убери их от меня. Вы оба у меня просто молодцы. Спасибо, я тебе еще перезвоню. Пойдем сообщим про Аралабад. Вот этому мужику. Надеюсь, он хоть что-то нам скажет. Допустим. О, да, я слышал про это место. Буквально вчера я там был. Могу съездить еще раз. Вы видели? Он стоял на коленях на стуле. директор. А, это вы, мисс Волкин? Я, поняла, где искать Елену Романскую. Как? Вы разыскали Елену? Не может быть! По моим сведениям, она должна сейчас жить в Аралабаде. В Аралабаде? Елена, в Аралабаде! Так вы знаете этот город? Знаете, где он? Да, конечно, это известнейший курорт, что вы! Все высокое начальство ездило туда на воды. Получить путевку в Аралабад было все равно чем заслужить орден. А теперь ни орденов, ни генералов, ни великой страны все смыли волны времени. Все. Наверное, там хорошо отдыхать и восстанавливать здоровье. Думаю, для госпожи Романски больше подходит Комсомольск. Она должна ценить, как здесь мило, спокойно, тихо. Ай! И воздух чистый, в кавычках. И что делать-то? А как добраться до Аралабада? Есть одна возможность. На фабрике никакого транспорта и не осталось, а вот у старого алкоголика у него наверняка что-нибудь найдется. что за старый алкоголик? Значит, вы все-таки здесь не один? Вы что же, не заметили космодром на холме? Там сидит один ветеран, такая же развалена, как все вокруг. Охраняет объект. Правда, звезды для него уже давно остались только те, что на коньяке. И вы думаете, у него можно попросить машину? Наверняка не скажу. Надо еще застать его трезвым, а трезвым он бывает нечасто. Ну, надеюсь, вам повезет. Ладно, и как попасть на космодром? Туда ходит монорельс полностью автоматически. Я его включу, когда сядете в мою. Ну, пожелайте мне удачи. Так, не подведите мисс Уокер. Почему бы ему не поехать? Ну, то есть, он же уже знает про Алла, Алла, хотя, с другой стороны, учитывая, что он привык к комсомольску и кашляет постоянно от этого воздуха, вряд ли ему можно уже отсюда уезжать. Алло. Я тебя разбудил? Я не могу заснуть. А все это история в голове вертит. Какая история, Дэн? Да наш спор с тобой. Ты что, забыла? Мне нужно с тобой поговорить. Знаешь, по-моему, мы оба просто перенервничали тогда. Не переживай, ладно? Ладно. Эмоциями и правду ничего не добьешься. Знаешь, я себя таким дураком почувствовал, когда трубку положил. Мне ужасно стыдно. Правда? Странно. Я оставил в кабинете дверь открытой. Меня наверняка не слышали. А, господи. А, ну прости, Дэн. Ты уж извини за меня, перед таликами. Я уж думала, передо мной стыдно. Чего? Ты не охренел? О, боже мой. Брось его. Ну да, у меня структура. Брось его. Да, я уж вижу. А наследника ты так и не нашла? Нет. Держи меня в курсе, ладно? Ты же знаешь, как я тобой дам. Да, 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 да. Развращайся скорее, хорошо? Я постараюсь. Целую, Дэн. Фу, Кейт, ну фу, ну она мерзкая крыса. Брось его, он меня раздражает жестко. Он вообще ни о чем не переживает. Какие там отношения? Какая ты? Ему глубоко покласть. Он хочет, чтобы его все считали крутым, святым, здоровским, веселым, заводилой, богатеньким, мачо-меном. Хватит с ним общаться. Кейт, ну ты чего? Ну ты же такая хорошая. У тебя даже Оскар есть. Мне кажется, проще провести остаток жизни с Оскаром, чем с этим мушланом. Пру-ле. Алло. Кейт, это ты? Как дела? Оливия? Отлично, тебя-то мне и нужно. Слушай, ты что-нибудь слышала о Елене Романской? Нет. Это что, русская модельерша? Нет, это певица знаменитая. Я должна с ней скоро встретиться. Вот только найду способ добраться до Орлабана. Представляешь, как мне повезло? Не совсем. А при чем здесь певица? Ты же игрушками занимаешься. Слушай, ты уверена, что знаешь, что делаешь? Ты какая-то другая стала. Понимаешь, если я хочу найти этого Фаральберга, то мне сначала придется привезти ее к директору местной фабрики. Не бойся, я прекрасно знаю, что делаю и зачем. А почему ты решила, что я изменилась? Да так, просто показалось. Ты как-то теперь более уверена в себе, что ли, сильнее стала. А что, это плохо? Вот-вот, видишь, ты теперь чуть что сразу на дыбы встаешь. Я, кажется, начинаю понимать Дэна, с тобой все труднее иметь дело. В каком смысле? В смысле? Ну, мы тут с Дэном ходили в кафедку, выпили пару коктейлей. Ему надо выговорить. Боже мой! А вы еще и в кино были! А, ясно, 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 ясно. Ты не хочешь сказать, что ты встречаешься с моим женихом? Вот именно! Да нет, ты что? Просто поддерживаю его, пока тебя нет. Ну и заодно присматриваю, чтобы он чего не натворил. Что бы я без тебя делала? О, ревнуешь? Это хороший признак. Значит, он тебе нужен. Это его здорово порадует. Так вы скоро снова увидитесь? Завтра вечером мы к Гольдбергам идем. Ты ведь не возражаешь? Нет, не беспокойся. Слушай, мне пора, счастливо. Как отвратительно! Господи, еще этот Дэнн повелся на собаку! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Кей! Ты должна что-то с этим сделать сейчас! А иначе все закончится достаточно плачевно. И расхлебать это будет уже сложно, практически невозможно. Зачем подставлять себя и свою честь под этого мужика? то есть, блин, он же по-любому сейчас с этой Оливией там делов, наверное, может быть, не только с ней. Я почти уверена, что не только с ней. Кей! Нужно быстро с этим что-то делать! Нет времени объяснять. Не-не-не, Кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей! Раз ты там будешь подниматься по лесу, значит, нам нужно сначала сюда. Быстро, пожалуйста, желательно прям бегом. Так... Не-не-не, вот сюда давай сначала. Какая большая космической станции. На самом деле, меня больше проводят в трепет, потому что она вся старая рохля. Извините, сэр. Простите за беспокойство. Эй, вы меня слышите? Три, два, один. Пуск. Пуск! О, мать честная, кто к нам пожаловал? Какие девушки теперь по космодромам гуляют? Пожалуйста, не волнуйтесь. Мне просто нужно немножко информации. Да ты что, коза, с луны свалил? Типичный русский мужик из глубинки. Никакой информации. Ни единой военной тайны никто здесь не выведает. Никто и никогда. Так пустому положено, ясно? А главное фотку Гагарина повесить и все. И сразу брутал. Меня зовут Кейт Олкер. Я юрист из... В общем, я заблудилась, а вы, наверное, местные. Борис Шаров к вашим услугам, барышня. Что будете пить? Спасибо, ничего. Скажите, вы давно здесь? Всю жизнь, всю свою жизнь я ждал тебя, Марка. Ну не переживай, я был не одинок, мне тут скучать не приходится. Вы военный, бывший космонавт? Не надо врушить прошлое, Кисуля, ну его нам. Важно, что у нас сегодня, а сегодня мы выпьем, это приказ. Вам знаком мистер Ганс Форальберг? Карлсберг? Еще бы, отличное пиво, только здесь давно такого не водится. Форальберг, это человек, я его ищу. Он мог приезжать сюда несколько лет назад. Выпьем, выпьем за его здоровье. Мне кажется, у него сейчас бесполезно просто что-то требовать. Сколько птиц вьют здесь гнезда? Что их привлекает? Безмозглые птицы. Зато они не знают тоски, верно? О, как разлетались. Летают собаки, ну прямо как птицы. Вы им что, завидуете? Знаешь, а похоже, ты попала в точку. И на раз запущу Гагарина, и смотрю целый день, как он кружит, кружит. Это шушера из гнезд падает от страха, чуть-чуть появится. Потом, правда, опять налетают. Гагарин? Он самый барышня. Стальной защитник, так сказать, наших небес. Избавляет космодром от всякой летучей сволочи. Мне срочно надо врал аббат. Вперед, товарищ! Я тебя покрою. Я должен сторожить стратегические запасы. Нелегкая-то служба, знаешь ли. Да? Сколько бутылок? Я приехала на поезде. Но у меня возникли проблемы. Поезд пришлось оставить в индустриальной зоне. Директор сказал обратиться к вам. Ага, Бродин. Этот предатель психованный. Он продался врагам. Мировому злу. Слобные силы тьмы разъедают ему мозги. Псих, короче. Вы не совсем справедливы. Конечно, он не беспричуд после стольких лет в полном одиночестве. Говорю тебе, он свихнулся. Вот у меня с головой все в порядке. Темным силам не одолеть моего секретного противоядия. Да. Тебе, кстати, тоже не повредит, а то простудишься еще. Не думаю, чтобы я сильно рисковала, но все равно спасибо. Алкаши вечно пытаются все залечить водкой, всех ее напоить, всем объяснить, что как только выпьешь, сразу все твои проблемы прям вот исчезнут. Возьмите себя в руки. Мне нужно выбраться отсюда. Мне тоже. Меня эта свалка достала уже. Но сначала надо выпить. Вот, держи, попробуй. Это водка. Нравится? Мне нужно транспортное средство. Я готова даже сама произвести тест ракеты. Произнести тост из ракеты? Знаешь, за такое дело я тоже выпью. Так, сейчас мы что-нибудь подходящее найдем. Что-нибудь дальнобойное? Три, два, один. Может, хватит? Чего? Наши соратницы бунтуют? Так, так. Не могли бы вы. Ладно, неважно. Все равно он, как там эти русские говорят, лыка не вяжет. Я не пьян. Ну, разве что, чуток выпьем шею. Воздушные шары? Или на чем я собралась лететь? Самолеты? Ракеты? Вряд ли я на ракете полечу до Орлабада. Ну и что мне с тобой делать? Что мне с тобой делать? Похоже, что ее заводить нужно. Ладно, я буду знать, что здесь сидит птичка, если что. Что ж, это была еще одна серия с Сайберией. Спасибо большое всем за просмотр. Огромная, большая серия. Но дальше мы будем решать проблемы космодрома и отправляться в Орлабад. Спасибо большое всем за просмотр. И всем пока. В следующей серии увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok